На прилавки магазинов мясокомбината вернулись уже полюбившиеся горожанам пельмени. На мясокомбинате выпустили первую пробную партию, пожалуй, самого народного продукта. Отзывы потребителей в основном положительные. Пельмешки стали вкуснее. Это отметил у руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Олег Белак. Он лично посетил предприятие и продегустировал новую продукцию. Итальянский аппарат и мининская технология производства пельмени. Сомнений, что из этого тандема получится более качественная продукция, у сотрудников Наринмарского мясокомбината даже и не возникало. Вопрос о приобретении нового оборудования встал, когда вышла из строя старая аппаратура. А потребитель, которому так полюбились Наринмарские пельмешки, требовал вернуть их на прилавки. Вопрос спустя полгода удалось решить посредством приобретения нового пельменного аппарата в лизинг. По словам самих производителей, пельмени стали вкуснее за счет того, что немного изменилась рецептура. Фарш по-прежнему изготавливают из мяса олениной и свинины, добавляют соль, сахар, перец и лук. Но теперь в него не добавляют воду. Тесто готовится из муки и воды. Попробовали мы первые эти пельмени, то что бросается в глаза, у них более выражен вкус мясной начинки, мясо, просто аромат мяса. Он даже может быть несколько приглушает аромат черного перца, хотя тоже количество черного перца в рецептуре здесь. Рецептура та же, это разработка наша, кстати. Отличие действительно в том, что вода здесь не добавляется. И поэтому, ну как и в домашних условиях, когда делают пельмени, там воду не добавляют. Поэтому, да, мясо очень хорошо ощущается, вкус его. Вот, и тесто, оно, конечно, отличается, качество теста отличается от прежнего. Оценил на вкус и цвет новую продукцию Олег Белак. В ходе рабочего визита вице-губернатору и представителям прессы презентовали новую аппаратуру. Уже сейчас на ней производят порядка 300 килограммов пельмешек в день. Впрочем, это только пока, дальше, больше. На подходе вторая часть установки, которая будет замораживать продукцию в течение 30 минут и сразу после упаковывать. Это позволит в разы увеличить объемы производства. С сырьем тоже проблем быть не должно, заверил Олег Белак. До конца года у них сырье есть. Они закрыты также не только там по оленинене, да, то есть вот где есть некоторый дефицит, а по другим направлениям, там, по говядине, по свинению, здесь у них вопросов особых не возникает. А на следующий год я, то есть по всем нашим прогнозным показателям, да, то есть, во-первых, больше появилось оленят, да, то есть это уже более чем на 3000. То есть, это уже, как бы можно говорить, что это порядка, чем на 100 тонн будет произведено мясо. На одних только пельменях мясопроизводители останавливаться не собираются. Руководство предприятия поделилось планами расширения ассортимента. Так, на полках фирменных магазинов мясопродуктов скоро появятся мясные блины, а к Новому году планируют выпускать холодец. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал Север.